В данной презентации мы представляем проект, который разработал Департамент архитектуры в рамках поручения главы города по реализации концепции единой набережной. Здесь у нас общая схема идет города Краснодара и реки Кубань, и где планируется у нас набережная, и где она есть на сегодняшний день. Где это вообще возможно реализовать, и какие у нас планы по ее строительству. На сегодняшний день мы говорим о строительстве единой набережной от Тургеневского моста до ЖК Новый город на юбилейном. Вот это укрупненные участки, синим выделенные те участки, на которых берега укрепления уже существует, и существует какая-либо набережная, а все остальные участки, получается, мы проектируем. Это у нас аксонометрия, общий вид, для того, чтобы всем было понятно, где что находится. Вот вы видите, в нижнем углу полуострова у нас находится храм Рождества Христова, а в правом верхнем углу у нас находится Тургеневский мост. Для того, чтобы разработать эту концепцию, мы провели анализ транспортных и пешеходных потоков по специальным информационным системам, чтобы выявить, как люди чаще всего ездят, и как они ходят, и что нам нужно включить в состав нашей набережной, для того, чтобы она была не только красивой, но и транспортно-эффективной. Это общий план этой концепции, это схема функционального зонирования. Дело в том, что у нас здесь предусмотрены и велодорожки, и беговые дорожки, но и также обычные пешеходные дорожки. Также хотелось бы сказать, что изначально Департамент архитектуры создал эскизный проект 1.0, обсудил его с жителями на проектных семинарах. Жители очень много идей и возражений высказали, и мы все эти их идеи и возражения попытались учесть уже в этом эскизном проекте. Это у нас схема озеленения и как она увязывается со схемой района. Тут видно, что у нас, в принципе, образуется тот самый зеленый каркас, о котором мы сейчас так много говорим. У нас, кстати, здесь есть идея, что у нас не только олейные посадки присутствуют, и не только декоративные растения растут, но и более таким активным зеленым у нас показан, можно сказать, лес. То есть мы создаем очень много зеленой биомассы для того, чтобы нам было не только красиво, но и комфортно. Вот так выглядят разрезы по олеям. Самая узкая дорожка, средняя дорожка и более широкая дорожка. Здесь вот у нас уже идет новая очередь. Это вторая очередь аллеи сквера, точнее уже 80-летия образования Краснодарского края. Здесь показано то, как будут идти дорожки, трассирование дорожек, а также функционал. Одной из таких фишек этого проекта является пешеходный мост, на который также будет организован доступ инвалидов. Далее более подробно вы сможете рассмотреть. Наша концепция заключается в том, что мы делаем такой парк многофункциональный, в котором будет и сцена для выступлений, вот там в верхнем правом углу, и кафе мороженое, и очень большая детская площадка, поскольку на сегодняшний день жители просят увеличить именно детскую площадку. И мы сделали здесь зону спорта, это волейбольная и баскетбольная площадки. Это схема озеленения. Здесь мы показываем, что у нас этот парк, этот сквер, он будет разбит на участки, которые будут соответствовать озеленению разных районов Краснодарского края. От Тамани до Сочи. Поскольку все-таки сквер у нас носит именно такое название, мы решили, что надо сделать какую-то нетривиальную привязку именно к Краснодарскому краю. И решили, что это будет привязка у нас по растительности. Далее еще одной такой фишкой проекта является то, что у нас в кольце этого пешеходного моста находится большой лабиринт из декоративных подсолнечников. Ну и далее, я думаю, что уже более интересное для всех это картинки, то, как это будет выглядеть. Вот это вот будет сверху на детскую площадку и на пешеходный большой мост. Вот это у нас изображен один из входов в парк. И тут ясно видно, что у нас той стороны, у которой у нас располагаются жилые дома, высажен такой, можно сказать, городской лес. Это сделано для того, чтобы отдыхающие не мешали жителям. Поскольку на первой очереди аллеи 80-летия жители иногда жалуются, что им мешают отдыхающие в парке. Вот это вот вид на мост сверху. Почему мы решили сделать мост? Потому что у нас, в принципе, Краснодар очень плоский. И набережная, она тоже достаточно плоская. И для того, чтобы придать какую-то архитектурную доминанту этому скверу, мы решили немножко приподнять уровень. Ну вот тут видно, что у нас с той стороны, с которой у нас находится река, у нас там аллейные посадки. То есть она просвечивается и просматривается. А с той стороны, с которой у нас находятся дома, это более густые посадки. Здесь мы рассказываем о принципах, которые мы применяли для проектирования набережной. То есть мы сделали точку, с которой у нас открывается отличный вид. Мы сделали удобные дорожки. Мы сделали разнообразные типы скамеек, чтобы людям тоже было интересно и удобно на них сидеть. Как в одиночку, так и большим компаниям, так и мамам с детьми. У нас опять виды сверху идут. И в принципе этот сквер у нас продолжает композиционно историю первой очереди аллеи 80-летия. Вот здесь мы рассказываем о том, какие типы скамеек мы предлагаем использовать. То есть это и большие настилы деревянные для того, чтобы на них можно было загорать, отдыхать. Потому что очень часто на существующую набережную приходят люди с полотенцами в купальниках и там загорают. И мы сделали для них такие более оборудованные места для отдыха. Также это стандартные скамейки со спинкой. И это скамейки без спинки, которые расположены вдоль аллеи, которые идут перпендикулярно набережной. Вот так выглядит мост с высоты человеческого роста. Кстати, мост выполняет еще одну функцию. Это не только архитектурная доминанта, но и место, в котором можно укрыться от палящего солнца. Что для юга очень важно, пока не вырастут деревья в особенности. Так выглядит проход под мостом. Еще одной фишкой можно назвать идею... Вот видите, внизу расположен такой макет. Это, скорее всего, будет Краснодарский край в миниатюре, сделанный из бронзы. И там будут отмечены основные достопримечательности, чтобы гостям города тоже было интересно узнать, где у нас что есть. Здесь у нас обозначена часть набережной, которая находится от Тургеневского моста до одного из жилых комплексов. То есть, видите, не везде у нас набережная будет широкая, до 140 метров, потому что аллея 80-летия, вторая очередь, как раз-таки максимальной шириной 140 метров. Это, как вы понимаете, достаточно большой объем. Также у нас есть более узкие части. Это вот как, например, здесь. Здесь у нас есть спуск к реке, ступеньки. Здесь у нас располагается скейт-парк и площадка для выгула собак за церковью, потому что жители очень сильно жалуются на существующий скейт-парк, потому что действительно такая необходимость в подобного вида активностях на районе и даже вообще в городе, что на этот скейт-парк приезжают из других районов города в 6 утра, чтобы там кататься. Ну и, соответственно, жители это ужасно раздражает. Поэтому вот по нашей концепции, вы можете заметить, мы переносим скейт-парк в то место, где его никто не услышит. Ну и, соответственно, вот эта вот часть набережной, мы ее оставляем такой более естественной. И тут не предусматриваем никаких функций, делаем просто место, в котором можно в тишине погулять. А вот как будет выглядеть эта набережная с реки. Спуск в воде, и мы еще предлагаем размещать понтоны с бассейнами и с кафе, для того, чтобы в узких частях набережной тоже была какая-то функция, чтобы люди тоже ей пользовались. Ну и тут мы рассказываем про детали, про какие-то интересные истории, которые мы используем для создания необыкновенного облика нашей набережной. Это и площадка для временных экспозиций, солнечные часы, музыкальные инструменты, арт-объекты, площадь, мост. У нас вся техническая часть, которая необходима для того, чтобы парк в правильном состоянии содержать, находится под мостом. Ну и более подробно какие-то детали парка. Ну, в принципе, доклад окончен по концепции.